все всегда идет не идеально ничего идеального в мире в природе не существует ни один писатель не начинал свою биографию с как бы сказать с идеального произведения ну там несколько есть но она была у них единственно они написали его про себя и собственно если это писатель то писатель должен уметь рассказывать не только свои истории вот да поэтому всегда никогда не будет идеального результат то что просто вы не существует чтобы вы не делали это все равно будет востребовано другими людьми а далеко не все люди будут интересоваться тем что вы делаете вот кому то вообще то что вы делаете будет неинтересно и в этом смысле тоже не идеально вы сами зная как устроено то что вы делаете будете всегда знать как это можно улучшить поэтому первое что нужно понять что перфекционизм это такая красивая формулировка для несуществующего да сегодня хочу поговорить с вами о требованиях это одна из базовых и рациональных установок у нас с вами есть требования к окружающим людям есть требования к окружающему миру есть требования к самим себе и мы в рамках этих требований создаем ситуации при которых мы испытываем раздражение мы можем раздражаться на самих себя можем раздражаться на других людей можем раздражаться на то что в мире все происходит не так как нам хотелось бы и в результате это лишает нас возможности эффективно справляться с проблемами поэтому давайте мы наши эти рациональные требования слегка смягчим мы не будем говорить что другие люди должны быть вот такими и такими мы будем говорить что другие люди хорошо если бы или в некоторых ситуациях вели бы себя таким образом. Если мы смягчим свои требования и к самим себе, и к людям, и к миру, мы будем чувствовать себя лучше и лучше будем взаимодействовать. Многих из нас буквально парализует страх ошибки. Боясь допустить ошибку, мы не приступаем к делу. И здесь уже начинается когнитивное искажение бездействия, потому что нам кажется, что если мы не приступаем к делу, мы не совершаем ошибку, но на самом деле мы ничего не делаем, что само по себе тоже есть ошибка. В общем, короче говоря, здесь замкнутый круг. И мы должны понимать, что без ошибок ни одна деятельность не может обходиться. Ошибки неизбежны. Другое дело, как вы к ним относитесь. Вы можете относиться к ним попустительски, но допустили ошибку, с кем не бывает, извинились и убежали. Но есть и другой подход. Когда вы допускаете ошибку, вы после этого разбираетесь в том, почему эта ошибка возникла. Как так случилось, что вы ее допустили? В результате вы осваиваете ту сферу, в которой вы работаете, и становитесь профессионалом. Если вы хотите быть профессионалом, допускайте ошибки. Но делайте это правильно, с выводами на будущее.